Сегодня правительство Чувашии утвердило проект бюджета на трехлетний период. Главный финансовый документ республики сверстан с профицитом, то есть доходы региона превышают расходы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Бюджет региона сбалансирован и социально ориентирован. За этой краткой формулировкой масштабная работа. Доходная база казны продолжает расти, в основном за счет налогов. Республиканский бюджет запланирован по доходам в сумме 55,6 миллиардов. Собственные доходы республиканского бюджета определены в сумме 31,6 миллиардов. В статье расходов трехлетнего бюджета немалые средства заложат на реализацию муниципальных программ. Все телевые транспорты, кроме грантов, предоставляемых на конкурсной основе, распределены проектным законом. Это позволит повысить качество планирования и исполнения местных бюджетов. В числе приоритетов строительство и капитальный ремонт дорог. В следующем году на эти цели направят порядка 5 миллиардов рублей. Ключевая задача профильного ведомства – снижение ДТП. Мы увеличим количество капитального ремонта, ремонта на 65,4 километра дорог. В отношении местной дороги 45,2 мы приобретем уже в 2020 году более 34 сонарных видеокамер. В статье расходов строительства, домов, культуры и сразу 9 детских садов. Также в двух муниципалитетах в следующем году начнут возводить новые школы. Те дополнительные средства, которые вами направляются на обеспечение, укрепление материально-технической базы, коснется большое количество учащихся. Это в школах по обеспечению мебели практически коснется 60 тысяч обучающихся в школах. Более 2 миллиардов выделят на модернизацию больниц. В планах на следующий год и обновление автопарка скорой помощи. Если взять целый бюджет на 20-й год, то более 21 миллиарда рублей. Все обязательства, показания бесплатной медицинской помощи гражданам Чувашьей Республики – это достаточно. Статья доходов республиканского бюджета будет прибавляться. Михаил Игнатьев отметил, что регион получит многомиллионные суммы из федерального центра. Было принято решение, это принципиального характера, два раза средства увеличить на комплексное и устойчивое развитие сельских территорий. Будем по расходной части распределять эти средства на повышение качества жизни. Вопрос газификации Заболжья тоже можно считать решенным, отметил глава региона. В инвестиционной программе федеральной корпорации заложены необходимые суммы на строительство магистральных сетей. Работы должны начаться в следующем году. Общая протяженность трассы 52 585 метров. В 2020 году полностью это строительство будет проводиться, а в 2021 году практически по трубе уже пойдет газ. Глава региона поручил начать подготовительные работы по переводу котельных левого берега Волги на газ. Вместе с приходом сюда голубого топлива должны улучшиться условия жизни и создан благоприятный климат для развития бизнеса. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.